Я отношусь к этому закону в целом положительно, в целом я отношусь к этому антипиратскому закону положительно. Да, конечно, очень удобно, когда ты зашел в сеть, скачал там любимый фильм или вообще онлайн посмотрел и ничего за это не заплатил. Да, безусловно, это очень приятно и я уверен, что большинство людей, которые против этого закона, они против не по идеологическим соображениям, а исключительно по соображениям их собственного личного комфорта. То есть я теперь не имею возможности делать то бесплатно, что я делал раньше. Но времена меняются, понимаете, мы тоже на Тверской раньше не платили, когда машину оставляли и вообще бросали ее где угодно. Сейчас надо платить, а не будешь платить, ее увезут. Ну, как-то, так сказать, устраиваемся как-то. Вот в Лондон теперь надо, въезжаешь, ты должен денежку заплатить, если ты въезжаешь в центральный Лондон. Да, все жаловались, но стали платить, потому что Лондон стал стоять, задыхаться, как Москва задыхается. Да, это, конечно, не популярно, но я как производитель такого контента обеими руками за, потому что, естественно, сеть через 10, 15, 20 лет очень вероятно станет исключительным, единственным источником моего дохода. Потому что очень может быть, что, так сказать, киновидеопродукция, ну, наверное, естественно, кинотеатры совсем не исчезнут, но фильмов делается гораздо больше, чем показывается, и чем вообще кинотеатр, и чем мы вообще знаем, и чем мы слышали, и чем мы видели. Даже наших российских фильмов, значит, где этим людям, где этим продюсерам возвращать деньги, особенно если они снимают про бойного лейкемии мальчика, которого там девушка, которая играет Полина Кутепова, там выкрадывает из больницы, такая драма. Она не найдет свои дороги на большой экран, потому что на большом экране мы смотрим трансформеров, терминаторов, прочие картины, я понимаю сети, им надо зарабатывать деньги и так далее. Где возвращать деньги, как возвращать деньги тем людям, которые готовы делать кино не для всех, которые готовы делать, там, условно говоря, детское кино и так далее, исключительно в сети. Потому что сеть убила рынок DVD, например. Телевидение скоро сольется с сетью, этот процесс уже идет, и он не за горами, когда, так сказать, телевидение и сеть будут, в принципе, так сказать, в общем-то одно пространство более-менее. Ну, что-то будет бесплатно, что-то платно. Но, в принципе, я этот закон поддерживаю и считаю, что те, кто против, ностальгируют по своему комфорту исключительно, а не по, так сказать, некой свободе в интернете и так далее. Потому что, в принципе, интеллектуальная собственность – это такая же собственность, как любая другая. И почему ее, так сказать, люди могут воровать и не сидеть за это в тюрьме, это вопрос риторический. В принципе, все то же самое. Поэтому сейчас не снимаются целые жанры, целые отрасли кинематографа умерли. Детское кино. Почему? Потому что ты не вернешь эти деньги. Просто детское кино не поставят российские сети. Просто детское кино не поставят. Им лучше просто поставить Шрека, куда можно и бабушку затащить, и дедушку, и ребенка, и всех остальных. Семейное кино и так далее. Для людей, занимающихся не мейнстримом, не коммерческим, скажем, кино, или некоммерческой музыкой, да даже, я думаю, театром. Это очень важно. Это необходимо. И я уверен, что, так сказать, художники вообще разного направления, разных видов искусства очень много потеряли из-за того, что была, так сказать, вот такая вакханалия, была абсолютно анархия в интернете. Но, конечно, определенные неудобства я тоже испытываю, потому что я тоже привык.